У нас не было вот этой вот практики издевательства над людьми, над нашим народом. У нас этого не было до появления у нас вот этих вот российских наместников, вот этой вот кадыровской предательской банды. У нас этого никогда не было. Поэтому не верю. Ровер. Рамзан Кадыров истинный сын своего отца, сын первого предателя чеченского народа, Ахмата Кадырова, Рамзан Кафыров Владимирович, искажатель Корана и Сунны, угнетатель мусульман. На этом комментарии мы сразу же перейдем к нашей одной теме, связанной как раз с Рамзаном Кадыровым, сыном первого предателя Чеченской республики, Ахмата Кадырова. Помните, Рамзан Кадыров давал интервью для арабского телеканала РТ, арабской редакции, точнее РТ, РТ это российский канал, но у него есть вот арабская редакция, есть английская редакция. И Кадыров тогда, он вернулся из своего арабского турне, вместе с Путиным, помните, он ездил. И он дал интервью там для журналиста из этого РТ «Арабик». И в этом своем интервью Кадыров упоминает один момент, очередной раз лжет, конечно. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас прослушали то, что говорит Кадыров, а затем я это прокомментирую, иншаллах. Из ваших слов мы понимаем, что ваххабиты и хариджиты одни и те же? Одни и те же, на все 100%, потому что все, что они говорили в это время, во времена, первый раз, когда они появились, во времена пророка Дон, потом после Дон, того, как Дон, после пророка с ними воевал против Дон. Я говорю, то, что тогда они делали, то, что тогда они призывали, вот 1400, сколько лет там, это у нас было Дон. И все, что они говорили тогда, призывали, все, что они делали, резали Дон, детей Дон, убивали женщин, стариков, все, что они тогда совершали, они совершали у нас Дон. После Дон прошло 1400 больше лет Дон. Поэтому и для меня, вот те, хаваджиты, вот то же самое, я думаю и всегда говорю, что это ваххабисты Дон. Когда этот корреспондент задает вопрос Кадырову, типа вот ваххабиты и хариджиты, убеждены, что это одно и то же, он имеет в виду тех ваххабитов, тех людей, которые у нас в республике жили и живут, и которых Кадыров называет ваххабитами, шайтанами и так далее. И Кадыров, отвечая на этот вопрос, он говорит, да, безусловно, он говорит, это одно и то же. И далее он начинает уже, он уходит в прошлое, он говорит, вот все то, что делали во времена пророка, мир ему и благословения Аллаха, тогда хариджиты, то же самое делали и у нас. И когда он говорит и у нас, он тоже уходит в прошлое, в 90-е годы, в период между двух войн, он говорит об этом периоде, когда у нас вот только появились вот эти вот разделения на ваххабитов, суфистов и так далее. И он говорит об этом периоде. И далее Кадыров начинает вот эту вот свою ложную пропаганду, он говорит, они делали все то же самое, убивали детей, резали детей, говорит Кадыров. Я задавался вопросом, для кого? Для кого это говорит Кадыров? Кадыров, ведь мы-то жили в это время, мы прекрасно знаем, каково было тогда, о каких детях он говорит, о каких детей резали. И я нахожу ответ только один. Эта пропаганда, она в первую очередь ведется для так называемого поколения Путина, это те наши молодые люди, чеченцы, которые родились и выросли при Путине, при Кадыровах. Те люди, которые не видели Ишкерию, они не видели вот этих времен, о которых говорит Кадыров, про которые врет Кадыров. Они этого не видели. И также это, конечно же, пропаганда и для мирового сообщества, в том числе и для арабской аудитории, потому что этот канал вещает для арабов. И для них вот эти вот пресловутые ваххабиты чеченские, их представляют такими извергами, которые у нас убивали детей, резали детей, говорит Кадыров. Он не просто так это говорит, вы понимаете? Это не просто... Сейчас, наверное, оправдываясь, Кадыров опять скажет, что это такая вот, такие обороты речи, это вот в чеченском языке у нас есть такие обороты, да, это я просто его на русском языке сказал и будет прочую чушь нести. Но Кадыров, у него есть одно видео, где он рассказывает о том, как якобы какие-то воины, ну, как он их называет, ваххабиты, якобы они пришли к какому-то сотруднику, чтобы его убить. Значит, убили этого сотрудника, ну, предателя, да, сотрудника российских силовых структур. И затем якобы они взяли и его ребенка малолетнего тоже ударили о стену, и он, типа, до сих пор является инвалидом, и вот прочую чушь рассказывает Кадыров. Я хочу, прежде всего, для наших молодых людей, для нашего молодого поколения, поколения Путина, так называемого, я хочу им сказать, это ложь. У нас, у нас были действительно случаи в республике, когда убивали малолетних детей. На моей памяти есть такой один случай, он произошел во время Первой войны, когда республика была уже в большинстве своем оккупирована российскими войсками. Этот случай произошел в селе Пригородном, рядом с Грозным, и тогда это вызвало огромный резонанс. Огромный резонанс, там была убита целая семья, в том числе и малолетние дети, даже ребенок в Колыбели там был убит. И угадайте, какие ваххабиты совершили это мерзкое, отвратительное, ужасное преступление. Это были российские солдаты. Это убийство было совершено российскими военными. Они были теми самыми ваххабитами, о которых говорит Кадыров, которые резали, убивали детей. И нет больше на моей памяти ни одного случая, чтобы подобное мерзкое преступление было сделано чеченцами, пресловутыми ваххабитами или кем-либо другим. Я не помню. Да, российские военные, они уничтожали детей, стариков, женщин, кого угодно. Они никого не щадили. Достаточно просто вспомнить Самашки, где они убивали стариков и женщин. Достаточно вспомнить это первая война Самашки. Достаточно вспомнить Алды, это вторая война, где также были убиты беспомощные старики и женщины. И все это делали российские военные. И нет ни одного случая, если Кадыров не будет лгать, если он сможет доказать хоть один случай, где так называемые вот эти ваххабиты убивали, как он говорит, женщин и детей, то пусть он предъявит. Не верьте в эту чушь. Это все... У нас до появления Кадырова, до появления вот этой вот российской доместнической власти на нашей земле, у нас никогда не было такой практики, чтобы не то, что детей, а взрослых сыновей убивали, привозили, отдавали родителям и говорили, а ну-ка закопайте их быстро, и чтобы никаких, значит, не было похоронных процессий. У нас такого не было, валлахи, не было. Я человек, который жил в это время. Да, у нас были случаи, когда, например, реализовывали кровную месть публично. Я... На моей памяти есть случай, когда леча борода, да помилуйте его Аллах, они убили кровника, перекрыли вечером Старомысловское шоссе и прямо на этой трассе исполнили, вернули свою кровь. И это было сделано не так, как это делают там кадыровцы по беспределу, никого не похищали, нет. Там была ситуация, когда человек, они поругались, и он убил другого. Причем сделал это там даже и неумышленно. Да, ну ладно, это все моменты спорные. Как бы там ни было, человек был убит. Этот парень уехал, приехал к себе домой, попрощался со своими родными, совершил омовение, совершил молитву, приехал сам и сдался Лечи Исламову по прозвищу Борода. Сдался и Леча его не помиловал. Они его вывели на Старомысловское шоссе и исполнили кровную месть. И после этого они его тело, они отвезли домой, ну, к его родителям, и не сказали, а ну-ка теперь, как собаку его, закопайте где-нибудь быстро, и чтобы никаких не было похоронных процессий. Нет. Его тело отдали родным и в соответствии с канонами ислама, с нашими обычаями, этот человек был похоронен. И таких примеров полно. У нас не было вот этой вот практики издевательства над людьми, над нашим народом. У нас этого не было до появления у нас вот этих вот российских наместников, вот этой вот кадыровской предательской банды. У нас этого никогда не было. Поэтому не верьте в эту ложь, которую он распространяет. Сегодня, сегодня, да, у нас это происходит, сегодня у нас отец привозит своего сына, я сейчас говорю про Турпола Исраилова. Отец привез его, когда кадыровцы приехали и сказали, что они хотят его там допросить, его не было дома. Отец сказал, хорошо, я привезу вам своего сына. Отец взял своего сына, отвез и отдал в руки кадыровцев. И на следующий день они привезли его тело. Привезли тело и сказали, твой сын шайтан. Поэтому быстро, ночью, сейчас же, закопай его и чтобы никаких похоронных процессий не было. Вот что сегодня делают. Поэтому вот те самые хариджиты, о которых говорит кадыров, это никто иной, как они сами. Потому что они делают все то, что делали те хариджиты во время послания к Аллаху, мир ему и благословение Аллаху. Пророк Мухаммад, саляллаху алейхи описывая хариджитов, что они будут читать Куран, потом закидывать его за спину и нападать на своего соседа, обвиняя его в неверии. Именно это сегодня делают Кадыров и его банда. Они с минборов рассказывают нам о том, как нужно любить людей, как нужно жить по исламу. Они читают нам Куран, они показывают нам школы хафизов, выпускников из этих школ хафизов, которые наизусть выучили Куран. А потом нападают на нас, понимаете, забросив этот Куран за свои спины, нападают на нас и убивают нас. И так были убиты, 27 человек были казнены. За что они были казнены? За что был казнен Хазир Ежиев? За что был казнен Турпол Исраилов? За что всех этих людей казнили? Их казнили, обвиняя в том, что они ваххабиты, они шайтаны. Не это ли является прямой аналогией, отсылкой к тем временам? Ведь именно их так описывал пророк Мирима Господин Аллаха. Ведь они сегодня обвиняют нас в неверии, обвиняют нас в том, что мы шайтаны, что мы ваххабиты. И в чем только нас не обвиняют экстремисты, террористы и так далее. И убивают нас, в прямом смысле нас убивают. Это происходит сегодня, но этого не происходило тогда, в те времена, о которых говорит бесстыжа, врет Кадыров, этих вещей не происходило. Поэтому не верьте в эту чушь, спрашивайте у своих отцов, у своих родственников, у своих друзей, которые жили в то время, спросите у них. Какова была тогда практика? Да, тогда было много негативных моментов, но вот подобного беспредела, подобного терроризирования народа тогда не было. Это ложь. Интересуйтесь, ни в коем случае вы так слепо не верьте и не доверяйте в эту ложь. Продолжение следует...